А теперь вернёмся в зал суда. Истец Павел Панков учится в 11 классе средней школы. Хочет отказаться от отцовства двухлетнего малыша. Ответчик Ольга Фирцикова, юная мать, хотела бы по-прежнему считать истца отцом своего ребёнка. Ваша честь, когда мне было 14 лет, я записал на себя ребёнка Оли. Я думал, что это мой ребёнок был, потому что у нас с ней были близкие отношения. Я считал, что это мой ребёнок, который рождён меня. Я ухаживал за этим ребёнком, кормил его, гулял. То есть проявлял себя как отец. Родители Оли, они в принципе не разрешали с ним часто видеться, но иногда это получалось. На ночь, естественно, оставаться не мог, за ним следить. Это делала Оля. Потому что мы собирались с Олей жениться. Мы в 14 лет подумали, что вот нам настанет 16, мы с ней женимся, и всё будет замечательно. Но прошло два года. Мои чувства к Оле немного охладели. И она на самом деле не привляет ко мне, как мужчине, должного внимания. Она никогда не накормит, никогда даже слово ласково не скажет. Такого я вообще за два года от неё вообще не видел, не слышал. Поэтому я не хочу, чтобы этот ребёнок был записан на меня. Дело в том, что я встретил девушку Свету, с которой хочу построить дальнейшее отношение. А ребёнок, как недавно оказалось, это оказался не мой ребёнок. Я давно уже подозревал того, что он совсем на меня не похож. Он кучерявый, с чёрными глазами, такие как угольки глазки у него, кучерявый. Ему сейчас полтора года. Я вижу, что постепенно он совершенно другой облик принимает, чем я должен был представлять его себе. И я решился, я провёл ДНК-экспертизу, которая удостоверила, что это не мой ребёнок. Недавно я пообщался с двумя парнями, которые часто приходят к нам. И они подтвердили, что действительно, когда мы с Олей спали, у них тоже были близкие отношения с ней. Ты больше своих друзей-то слушай, не то тебе ещё расскажут. Они не будут обмануться, они сказали, что они с тобой спали. Поэтому я могу предоставить ДНК-экспертизу, которая подтверждает, что это не мой ребёнок. Я совершил глупость, записал его, потому что просто я был совершенно уверен, что это ребёнок мой. Но я не хочу быть бесплатной нянкой всю жизнь. Я не хочу воспитывать ребёнка, который моим не является. И вообще я не хочу свою жизнь из-за этого портить. Тем более, что у меня есть ветос, который я хочу построить в дальнейшем. Будьте добры, пожалуйста, результаты экспертизы через судебного пристава передайте. Так, пожалуйста, ответчик, вы знаете результаты экспертизы? Да, я знаю результаты экспертизы. Но я с иском не согласна, потому что Паша с самого начала знал, что это не его ребёнок. Всё, тут даже не о чем разговаривать, потому что у нас не было с ним отношений, от которых могут появляться дети. То есть мы не спали с тобой. Ваша честь, как-то мы не спали. То есть у нас вообще не было как бы этой близости. То есть человек сейчас просто нагло врёт. Почему он это сделал? Почему он записал ребёнка на себя? Он мне клялся в любви постоянно, что мы вот, тебя так люблю, там стихи какие-то мне абсолютно дебильные писал. Я теперь уже, честно говоря, думаю, что он вот это всё сделал для того, чтобы, может быть, к деньгам нашим иметь какое-то отношение. Потому что он ведь бедный. Он жил, он, это сын нашей служанки. Он жил в доме для прислуги. Простите, это выражение у вас, конечно, отвечу. Не важно. Домашний работник называется. Знаете, служанки были в 19 веке. Пожалуйста. Ну вот, и теперь он понял, что ему ничего не перепадёт. Потому что мой отец, он хотя и смирился с тем, что как бы, ну, ребёнок от простого мальчика. Но пускать этого мальчика к нашим деньгам, помогать ему встраивать жизнь, конечно. Какое дело мне до её денег? Подождите, 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 истец. Вы должны понять, так сказать, проблему, которая сейчас возникает. Дело в том, что, если я правильно понимаю, ответчик пытается, так сказать, аргументировать свою позицию по норме законодательства, которое предусматривает, что если мужчина, который указан в свидетельстве о рождении, как отец ребёнка, знал, что он не является биологическим отцом, да, вот, то есть если мужчина знал, что он не биологический отец, но осознанно пошёл на то, чтобы признать себя отцом ребёнка, то в этой ситуации такой мужчина не может оспаривать своё отцовство. Ваша честь. Я вообще не могу понять, как... Подождите, подождите, подождите. Я хотела бы вам задать вопрос, ответчик. Вот, утверждая следующее, что, как вы говорите, что вы находитесь на такой вершине социальной лестницы, а истец находится на такой вот там, с высоты вашего положения там не видно, где находится истец. Зачем его папой-то тогда записывать? Вам-то это зачем? Знаете, у меня была такая ситуация, что мне же как бы нужно, чтобы моего отца всё-таки был ребёнок. Зачем? Простите, исходя из, как я вас понимаю, вашего социального положения, зачем вам это надо? Ну, знаете, я тогда ещё как-то с родителями своими поссорилась и думаю, ну почему, если человек меня действительно так любит, будет заботиться, тем более он такой, в принципе, мальчик старательный, может, что из него и получится. Что? Ну, может, он достигнет всё-таки какого-то статуса нормального. Ответчик, вы знаете, ваши объяснения пока не очень аргументированы. Понимаете, вы же должны сейчас доказать, причём не просто сказать, а вы должны сейчас доказать, что истец знал, что он не биологический папа. Потому что у вас не было 20 лет. Подождите, подождите, отвечик, что вообще у меня вызывает, ну, такое, знаете, некое противоречивое ощущение, потому что если у нас девочки в 14 лет рожают, то, как правило, как правило, органы опеки отбирают этих детей и отдают опекунам, родителям, девочке или мальчика, здесь ситуация, когда у вас ребёнка не отобрали, истец был записан отцом ребёнка, то есть, как я понимаю, были включены определённые рычаги для того, чтобы это свершилось. И вы мне хотите сказать, что включая эти рычаги, когда нужно было с органами опеки договариваться, договариваться, с органами ЗАГСа договариваться, понимаете? Это была его инициатива записать этого ребёнка. Я как бы не была против, потому что, да, он ко мне хорошо относится, хорошо будет относиться к моему ребёнку. Он, в принципе, его и воспитывать даже пытался. Так, мне свидетельство о рождении. Будьте добры, пожалуйста, через судебного пристава. Так, истец, вы просили свидетеля с вашей стороны, да? Да, ваша честь. Оля сейчас говорит, что она со мной не спала. Не спала. Поэтому ты не мог думать, что это твой ребёнок. Мама может даже сказать, что мы с ней спали, хотя это, конечно, звучит... Подождите, истец, ну вот... Можно... Да нет, я вызову свидетеля, но... Я думаю, что ни ответчик не поняла, ни вы не поняли то, что сейчас произошло. Ответчик, когда говорит, что у неё не было с вами интимных отношений, тем самым признает, что вы не отец ребёнка. Ваша честь, понимаете, что я на самом деле думал, что это мой ребёнок? Истец, и вас я поняла. Через фортичку я надула, да? Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля истца. Свидетель истца, пройдите. Припёрлась. Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Панкова Эмма Константиновна. Я мама Паш. Вы знаете, мы люди бедные, но гордые. И вот с этим семейством ничего общего не хотим иметь. Теперь у него сейчас хорошая девочка Светочка, и пускай он на ней женится. Отцовство надо отменить. Как она говорит, что у них ничего не было? Она после гулянок своих частенько к нам в дом пьяная заваливалась. Ну вот у них там всё это и происходило. Я как... Чего у вас не происходило? Ты так вот знаешь? Я так... Свечку держала, да? Я не держала, но я всё слышала. Ой. Неудобно же. Гулять негде. И, в общем-то, я ходила под окном. А может быть, порядочная женщина? Простите, пожалуйста, а может быть, за телевизор слышали? Нет. Ну, извините, я звуки всякие разные знаю. В телевизоре у нас сейчас тоже звуки всякие разные. И как секс происходит. Я тоже суток ни с чем не могу. А что, в телевизоре не показывают? И тем более, вы понимаете, они были ещё детьми. Он-то думал, что он у неё единственный. И он, как честный человек, признал этого ребёнка. А она, оказывается, шала вот такая, что она спала со всеми подряд. Да подожди. Она даже не знает, от того ребёнка у неё. Подождите, свидетель. Ну, а тогда зачем ваш сын установил отцу? Ну, зачем? В 14-й лет, ну, зачем? Он же думал, что это его ребёнок. Что он единственный у неё, понимаете? Суд удаляется для принятия... Сколько вам сейчас лет, ответчик? 16. Суд удаляется для принятия решения. А теперь вернёмся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны истца, рассмотрев представленные документы и приобщив заключение экспертизы к материалам дела, иск об оспаривании отцовства удовлетворяет и выносит решение об аннулировании записи об отцовстве истца в книге записей актов гражданского состояния. Суд аннулирует запись об отцовстве, потому что утверждение истца, что он не является отцом ребёнка, рождённого ответчицы, подтверждается заключением судебно-биологической экспертизы, проведённой методом генетической дакталоскопии. Это подтверждается также и объяснениями, которые были даны ответчице в данном судебном заседании. При разрешении вопроса у провисца на оспаривание отцовства суд учёл показания свидетеля и то обстоятельства, что истец устанавливал своё отцовство в несовершеннолетнем возрасте. Поэтому суд считает, что при установлении отцовства истец не знал, что он фактически не является биологическим отцом ребёнка и, соответственно, имеет право на оспаривание своего отцовства. Истец и ответчик суд огласил своё решение. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворит. Я буду замечательным отцом своим детям, когда у меня будут отсветы, а столь я больше ничего общего иметь не хочу. Вот и верь после этого слова любви. Появилась новая тёлка, вот он и разлюбил. Субтитры подогнал «Симон»